Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Долгое время биткоин не показывал никаких интересных движений, его цена болталась в диапазоне от 9,5 до 11 тысяч долларов. Скучно для холдера, зато шанс для трейдера, который скальпил этот коридор. Хочу указать вам на этот момент, когда цена биткоина выросла с 10 до 10,5 тысяч долларов, буквально за 2 часа. Во время этого роста было ликвидировано шорт позиций на сумму более чем 50 миллионов долларов на битмиксе. Теперь же после падения цены биткоина 29 августа было ликвидировано лонг позиций на сумму более 20 миллионов долларов. Очень жестокая манипуляция, не так ли? Но даже несмотря на такие манипуляции, я еще не был таким позитивным по отношению к биткоину в истории своих отношений с криптовалютой. И сейчас я расскажу вам, почему. Вы ведь знаете о теперешнем состоянии традиционных глобальных рынков. Сказать, что они находятся в стабильном состоянии, значит соврать прежде всего самому себе. Мы видим, как постепенно участники таких рынков теряют уверенность. Достаточно просто взглянуть на индекс Доу Джонса, который начинает сильно страдать в последний месяц из-за торговых конфликтов США и Китая. Как мы видим, в конце график рисует стрелочку вверх. А все благодаря президенту Трампу, который пытался изо всех сил спасти индекс от свободного падения. Мы возвращаемся за стол переговоров, заявил Трамп. Безусловно, такие новости заставили рынки отреагировать положительно. Однако, если проверить заявление президента Соединенных Штатов, можно усомниться в правдивости его слов. Ху Цинзинь, главный редактор Global Times, опровергает заявление Трампа. Насколько мне известно, китайские и американские переговорщики не проводили никаких телефонных разговоров в эти дни. Обе стороны поддерживают технические контакты, однако ничего из того, о чем говорил президент Трамп, не было. Китай не изменил свою позицию, и Китай не прогнется под давлением США. Однако, и это заявление нужно было проверить, и подтверждение в результате исследования также было найдено, причем на самом высоком уровне. В Министерстве иностранных дел Китая опровергли заявление Трампа о просьбе продолжить переговоры. В МИД Китая заявили, что не слышали о каком-либо недавнем телефонном звонке по вопросам продолжения торговых переговоров между КНР и США. Учитывая это, Доу Джонс снова ждет хаос. Это не только торговая война, но уже и битва валют, которая ставит под удар топора финансовое благополучие и богатство населения обеих держав. А теперь представьте, что обнаружился рынок, который дает людям абсолютный контроль над собственными финансами. Рынок, который никак не привязан к государствам или большим корпорациям. И рынок, который имеет фиксированное предложение. Это же биткоин. Я нашел интересную диаграмму, которая показывает нам распределение UTXO биткоина по времени. Это очень важный график, который дает нам понимание того, насколько долго держат монеты те или иные инвесторы. Что такое биткоин UTXO? Это небольшие входящие платежи, являющиеся неизрасходованными выходами в сети биткоина. Проще говоря, это один из механизмов, который обеспечивает безопасность сети биткоина. Каждый раз после завершения транзакции отправитель получает остатки баланса обратно на свой кошелек. Эти остатки и зовутся UTXO. Таким образом, сеть защищается от двойного использования средств. Этот график группирует биткоины на протяжении времени на основе того, когда монеты в последний раз перемещались между кошельками. Синее поле это более 5 лет, а красное это менее 1 дня. Как мы видим, монеты, которые находятся в группе более 5 лет, составляют 21,5% от всех существующих монет. Это где-то 3,5 миллиона биткоинов. А значит, четверть этих монет принадлежат кошельку Сатоши Накамото, а остальные держат невероятно терпеливые холдеры. Ну а оставшееся число это утерянные навсегда монеты, которые лежат в корзине для неподлежащих восстановлению монет и токенов. И эта корзина постоянно наполняется не только биткоином, но и другими криптовалютами. Этот механизм известен под названием Proof of Burn. А корзина, о которой мы говорили выше, носит название Burning Address или Горящий Адрес, кошелек, который горит. Горящий адрес это адрес, на который ты можешь пересылать активы, но с которого больше никогда не получится восстановить доступ к этим активам, так как у этого адреса не существует приватных ключей. Так что переслав активы на этот адрес, вы можете сказать, что сожгли часть предложения вашего актива. И у биткоина такой адрес тоже есть. Если вы отправите свои биткоины на этот адрес, то можно сказать, что ваши монеты утеряны навсегда, а вы повлияли на сокращение предложения биткоинов. Вот, к примеру, один из таких Burning Addresses для биткоина, на котором лежит 2130 биткоинов или более 20 миллионов долларов по актуальному курсу. Эти монеты утеряны навсегда. Давайте рассмотрим Blockstack. Первое публичное предложение токенов, в которое было одобрено SEC, это Blockstack. После одобрения Blockstack продаст токены на сумму 28 миллионов долларов. И это будет первое законное привлечение средств с помощью ICO в США. Недавно стало известно, что Blockstack будет использовать блокчейн биткоина, а также механизм Proof of Burn. Таким образом, манить токены новой сети можно будет почти без затрат на электричество, а ведь топливом послужат уже добытые биткоины. Вы будете сжигать биткоины, чтобы получить токены, тем самым уменьшая предложение биткоина на рынке. И это только один пример, если покопаться еще глубже, вы поймете, что существует множество проектов, которые тоже влияют на уменьшение предложения главной криптовалюты, тем самым делая сам биткоин еще более дефицитным. И это мы еще не говорим о временно сокращающих предложения, например WBTC или Wrapped Bitcoin. Состоянием на 26 июля 2019 года более 550 биткоинов заморожены в токенах Wrapped Bitcoin. Wrapped Bitcoin это токен на базе блокчейна эфириума, который поддерживается биткоином и привязан к стоимости этого биткоина. Как последствия Wrapped Bitcoin приводит к временному сокращению предложения биткоина на рынке. Биткоинов в циркуляции становится меньше, а значит дефицитность растет. Можно еще вспомнить и про Rootstock и многие другие проекты, которые влияют на дефицитность биткоина. И я готов поспорить, что многие участники рынка, которые влетели сюда ради быстрой наживы, даже не слышали о таких механизмах, которые влияют на дефицитность главной криптовалюты. Ну а дефицит обычно приводит к росту цены. Однако не стоит забывать и о манипуляциях, и о том, что на этом рынке мы с вами не маркетмейкеры, а всего лишь их жертвы. На этом у меня все, меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Не обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»